Приветствую вас, дамы и господа! Давайте рассмотрим биткоин на следующей неделе. Ну что, мы где настроимся? Да, давайте настроимся, потому как... Из этого не летал. Сигнификатор. Выбор. Да. Ну, давайте подрезаем. Чаша Грааля, дамы, энергии, четверка. О, неплохо, восьмерка монет. На среза, лица. Сурприз. И тройка монет. Десятка уже тяжело будет идти. Ну, в одну видно. Ну что, неделя, скажем так, без старших арканов. Ну, зато с тузом. По стихии воздух. То есть, будет эмоциональный потенциал для того, чтобы биткоину как-то двинуться, по каким-то оригинальным мыслям, двинуться куда-то. Далее, королева кубков с рыцарем Жезлов. Ну, это тоже рыцарь Жезлов. Он нам дает движение. Туз, волшебная палочка. Это где-то уже середина недели ближе к концу. Иморальное удовлетворение. Получение какого-то сюрприза. В конце недели по тройке монет. То есть, какой-то там сговор будет. Ну, такая карта уже изнеможения. Не изнеможения, а, в общем-то, эмоциональной холодности. Так, открывать нам нечего. Кроме как сигнификатор. Ну, я так думаю, что мы его не будем открывать. Ну, таких вот я не вижу никаких резких таких движений. Но, возможно, возможно. Ну, то есть, под конец недели все будут закрываться сделки. Я имею в виду до пятницы. Потому как крупные игроки, они на рынке производят сделки до пятницы. Ну, в пятницу возможно такое закрытие. Получение прибыли в каком-то корпоративном сообществе. А где-то в четверг... Ну, среда-четверг. Так вот это все условно. Будет всякий потенциал. У него хороший. Для того, чтобы всех осчастливить сюрпризом. Так, это такая вот неделька будет. Посмотрим, как еще эта неделя закроется. А потом не забывайте, что у Тесла скоро будет очень лучше. И там покажут, куда биткоины свои. Постаживай. Илон Маск. Ну, давайте посмотрим по трендам. Восходящий, нисходящий и боковик. Восходящий, нисходящий и боковик. Восходящий, нисходящий и боковик. Тренд будет от закрытия в воскресенье. Да, как интересно. Боковик, как? Боковик вообще он с марта удачи. С верховной жрицей и с луной. То есть две тайны боковика. Посмотрим. Но восходящий принципиально открылся по десятке монет. То есть это, вероятнее всего, самое высшее будет такое значение биткоина. Смотрим, как открывается отшельник. Ну, отшельник открывается. Он достаточно неплохо открылся. Он открылся позитивно. Дройка этих жезлов. Энергия для движения вперед. И таким вот эмоциональным пажом. Здесь, Паш, как стихии. Стихии воды, водной стихии. Водной стихии – это значит эмоциональность. Так, очень много иллюзий. И дьявол, умеренность. Курукула – дьявол. Курукула как открылся. Ну, немножко они там в восходящем тренде. Но он будет идти, но под дьяволом он будет идти с такими-то дипломатическими остановками. То есть дипломатическая остановка. Ну, так, позитивно-негативно. А по итогу победитель. Ну, по итогу победитель, но это все Игорь Курукула, Прометея. В общем-то, она здесь так открылась. Я не могу сказать, что условно-позитивно. Условно она открылась нейтрально. Потому как четверка, она все-таки обозначает жизненную постановку какой-то процесса. Рыцарья вдохновения. Так, а что мы смотрим по боковику? Девятка, боковики и десятка. По луне будет все-таки для боковика... Ну, что-то очень быстрое явление такое, как нож в спину. Нож в спину к боковику. Ну, не знаю, во всяком случае, здесь у меня получился восходящий такой тренд. Благодарю за внимание. Всех благ Парафита. Наследно.